Всем привет, дорогие друзья! Прямо сейчас вы смотрите спецвыпуск! Во-первых, я впервые за всю историю моего проекта снимаюсь без волос. Как так произошло и сколько я на этом заработал, можно посмотреть в моем инстаграме. Кстати, подписывайтесь. Ну, а во-вторых, контактировать с людьми на улице нельзя по понятным причинам. Поэтому это будет первый онлайн выпуск, где я свяжусь с героями предыдущих выпусков, самыми интересными, по моему мнению и по мнению подписчиков. И узнаю, как поменялась жизнь их после того, как они снялись в нашем проекте, как они проводят самоизоляцию и вообще, как у них дела. Это проект ОКГУРЕВСК. Поехали! Я буду задавать те вопросы, но ты должна специально отвечать неправильно. Сколько дней в неделю? Пять. Окей. Как пишется «не» с глаголами? Она не пишется вообще. На ноль делить? Можно. Нужно. Цвета светофора в России? Красный, белый, синий. Даша, привет еще раз. Кто-то что-то говорил про это видео тебе там? Да, сначала видео было в беседе класса, если я не ошибаюсь, когда оно только вышло. И вот в последнее время оно начало снова обретать популярность, и мне все присылают из ТикТока, в котором я не сижу, из Инстаграма, из ВК, отовсюду. Причем люди, с которыми я редко общаюсь, с которыми я не общалась давно, с которыми я всегда общаюсь, все присылают. Ну, это первое видео, которое в ТикТоке набрало у меня полтора миллиона просмотров. Немножечко, может, о себе, если хочешь рассказать что-нибудь. Увлекаюсь биоинженерией, биоинформатикой. Да, не знаю количество дней в неделю, но увлекаюсь биоинформатикой. Давай прямо сейчас докажем людям, что ты знаешь ответы на все вопросы. Я уже не уверена, потому что я не выходила на улицу давно и не помню светофор. Было очень смешно, один какой-то комментарий, говорит, поговаривает, что она до сих пор стоит там возле светофора и ждет, пока появится этот зеленый, типа. Первый был, по-моему, сколько дней в неделе? Семь. Как пишется не с глаголами? Ну, оно стало писаться, оказывается, и оказывается раздельно. Цвета светофора в России? Ну, были вроде бы красный, желтый, зеленый, сейчас уже не знаю. Может, напоследок что-нибудь обратиться к людям? Хочу сказать, просто люди, относитесь с юмором к жизни и ко всему, что происходит. И все. Мы нашли его. Что, реально, что ли? Ты отсюда из Гвардейской? Да, из Гвардейской. Ребят, если кто не помнит, да все помнят. Вы приехали из Хорватии, правда? Почти. Я после этого выпуска, ой, столько звонков было. Серьезно? Раскрутили мы тебя? Да, вообще. Давай, да. Просто не выдержал уже, не выдержал, просто закурил. Мы тут пытаемся уже раз 10 подключаться. Слав, короче, как ты вообще, чем ты сейчас занимаешься? Да, ничем. Сижу дома на самоизоляции. Выхожу только, вот, в машину сел, за продуктами доехал, купил и обратно домой. Спячку. А что еще делать? Закон. Надо было у тебя мэром Гвардейской делать? Нет? Ты хочешь стать мэром Гвардейской? Ну да, надо было, да, я хотел же. Не берут. Давай какой-то лозунг тебе придумаем. Держитесь, люди, и все будет хорошо. Все станет на свои места. Начнем так же жить дальше хорошо и замечательно. Такой очень короткий слоган, да, будет у тебя, получается? Да, да, да. Верьте в меня, и у вас все получится. Только в конце надо добавить твою короночку, типа, верьте в меня, и все получится почти. Все получится почти. Тортик тебе сделали с моментом из выпуска. Да, мне пацан подарил с работы, сам делал, три дня его готовил для меня, и когда он принес, и я открыл, я охуел. Ну кто, кто, кто съел, кто съел основную твою часть, голову? Я ел голову, надо. Ну мою, мою руку. И твою руку. Только по чесноку давай, ты же наверняка не все время гоняешь в этой футболке, ты специально наделся с ее для выпуска? Я, конечно, специально, ну конечно, ее вообще... Ну ты сам в Хорватии-то был хотя бы хоть раз, нет? Не был, вот именно, хочу слетать. Девушку найти богатую, чтобы отвезла. Какая тебе нужна-то? Давай тебе требования сейчас назовем, может кто-то отзовется. Ну от 25 до 35. Это зарплата что-то была такая? Ну не меньше, да. Ну на Хорватии не хватит, надо чуть больше. Желательно побольше бы, чтобы ничего не делать, дома сидеть и отдыхать. Рост метр семьдесят. Семьдесят, ну не толстая, самое главное. Ну как ты? Даже ладно, пускай будет без бабок. Давай в конце людям что-нибудь скажешь, люди тебя посмотрят. Короче, всем привет, Гвардейск лучший. Это Слава Хорват. Всем удачи, увидимся. Почти. Андрюха сварщик, вот. Андрюха, который творит в своем мире. Андрюха сварщик. Рисование, музыка, все, что связано с творчеством и подделками руками, меня всегда вдохновляло. Прошу вспомнить какую-нибудь интересную историю, которая произошла с тобой. Может быть, после того, как мы с тобой пообщались. У меня были чрезвычайные ситуации, где горело, к примеру, судно, и я прыгал через огненное пламя, спасая себе жизнь. В основном еще играет роль жизненной ситуации, что порой человек вроде не хочет сделать плохое, но оно так получается. Я вот именно о доброте, искренности. Это моя вот такая тема, которая меня всегда берет за живое. И я пытаюсь это нести в мир. Пытаюсь вот ближайшим соседям, я не знаю, своим друзьям сделать что-то приятное, позитива какого-то дать. Вот как ты говорил, да, вот после первой нашей с тобой встречи, ну, я тебя зарядил чем-то. Когда ты последний раз кому-то сделал плохо? Вранье людям, так как вранье, ну, что еще? Больше ничего такого у меня, ну, и не было. Типа ты, допустим, врешь людям, что ты там через огненное пламя прыгал там, да, чтобы жизнь спасти? Ну, 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 к примеру, да. Я вот, ну, сам по себе человек такой странный. Я не знаю, откуда мои идут корни и вот, ну, откуда я такой. Ну, что я могу? Вот я вот, да, вот парень, сидящий там в 48-й квартире, вешан там флагами на фоне. Ну, я, моя душа кричит, да, о каком-то, типа, ну, о какой-то панике. Типа люди, остановитесь, давайте как-то, ну, жить добрее, милее и, ну, быть человечней. Меня не дает покоя вот этот вот рисунок. Ты там, типа, добро, мир надо творить, так это. И у тебя там череп, да, по-моему, нарисован? Это про бывшую. Покажи свою бывшую еще раз. Не, давай, не, ладно. Вот это вот, вот это вот, Кассандра, видишь, у нее тут булава такая вот, она вся такая статная. Вот видишь всякие миниатюры тут вот, я не знаю, видно там смайлики, рецепты плова. Я просто, у меня их два рисунка. С близняшками мутил? Ну, прикольная, кстати, задумка, да. У меня такая интересная вообще история, ну, насчет вот группового акта, как это, групповой секс, наверное, да. У тебя был групповой? Мне уже неудобно, неловко забыли, короче, близняшек. Не-не-не, давай, не, ну, ты вышел из души. Дальше еще было. И этим все закончилось. Да нет. Итог просто, получилось, не получилось? Телеканал Интрига ТВ. Нет, не получилось. Я понял. Я тебе так скажу, я просто, ну, так ошалел от ситуации, что я, ну, просто ни в коем случае не был к ней готов. Короче, ты не смог. Я не смог, вот, понимаешь, я, блядь, целый час думал, что, ну, дело во мне, типа, ну, что я, блядь, молодой импотент. Или я не понимаю, ну, в чем было. И вот в итоге ты и мстишь, ты и мстишь, ты рисующих-то. И в итоге, да, вот они. Смотри, ты добрый, позитивный. Скажи что-нибудь ужасное или злое. Блик твоей лысины слепит мои глаза, я не знаю, там, что еще здесь. Ты даже сейчас умудрился комплимент мне сделать. Роман, да пошел ты с жопы со своим интервью. Роман, Роман, опа, а вот ты. Роман, Рома, Роман. Ну, видишь, я не могу Руслана откорбить, а вот Романа какого-то могу. Фильменные фразы закончим. В общем, ребят, я улетел, да. Я улетел, да. Давайте, мужики, всего доброго и мира, мира позитива. Что можно делать в Озерске? Борьба. Ты борьбой занимаешься? Угу. Был случай когда-нибудь с Билой Ковальницей в Озерске? Да, сегодня тоже буду. Будешь? Восемь часов возле больницы можете прийти. Восемь часов. Как тебя зовут? Ангелина. Ты в Озерске, да, все это время находилась? Нет, я переехала же в Гвардейск. Это как-то связано с тем, что мы тогда сняли с того в Озерске? Нет, но я тогда очень хорошо прославилась. Не только друзья начали говорить, а сразу весь Озерск. Какие-то моменты из видео начали произносить, там угу, 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 угу. Мы можем рассказать про ту ситуацию, не называя имен? Ты же уже переехала? Да, можем. Мне просто с утра, после того, как я выложил видео, прилетело просто сообщение, причем ВКонтакте. Увидимся в суде. Давай вкратце расскажем. Ты на камеру сказала, что будет некая какая-то типа конфликтная потасовка, скажем так, между девушками в Озерске, и она в итоге произошла. Я в этом выпуске подходил к людям, которые доблестно охраняют наш порядок. Тогда я абсолютно в шутку сказал о том, что типа вот там будет драка, там-то, там-то. Они, разумеется, подумали, что это прикол, потому что я, в принципе, как прикол-то и подавал. Они говорят, да-да-да, разберемся, и ушли. В итоге оказалось, что все-таки какая-то потасовка была, никто туда не прибыл, да, по твоим сообщениям. Видимо, ей там могло прилететь за это. Я так понял, что ничего там ей не прилетело, это просто какой-то был страх. Она начала сразу там угрожать и так далее. Я как бы ответил одним сообщением. Вы понимаете, что если мы увидимся в суде, у вас будет еще больше проблем, потому что есть на видео доказательства, что я вам говорю про эту драку. В итоге драка есть, потому что ты мне прислала видеофрагменты, я тебя попросил для этого. В итоге вы там не были. Я не к тому, что опять же там упрекать, все, мы забыли, проехали, надеюсь, что все там, все друг друга простили. Такая история имела место быть. У тебя были какие-то проблемы с этим потом? Я работала в гостинице тогда. И, в общем, потом меня начальница увидела и говорит, вот, ты позоришь нашу гостиницу, все такое. Ну, пару дней побыковали, потом нормально все как бы. Ну, вот опять же странно, да, почему позоришь, почему сразу такая, да, реакция у людей, сразу позоришь. Повеселила народ, почему бы нет. Почему ты переехала? Давай вот такой вопрос. Меня уволили, в конце концов, потом. Они просто долго не знали, у них сидело в голове, так я говорю, как ее уволить, как ее уволить. Ты в гвардейский не дралась ни с кем? В гвардейский нет, я тут такая, вообще тут другой человек. Ты сейчас на работе, да, находишься? Да. Мы тебя не отвлекаем, тебя не уволят после этого. В следующий раз созвонимся, ты будешь уже в Озерске, скажешь, я работаю в гостинице. А ты что делаешь? Ты что-то там, ты готовишь? Я повар-бармен. Фастфуд готовлю фастфуд и кофе делаю, коктейли молочные. Что можешь вообще про город сказать? Ну, вон те часовые башни, они раньше работали, а вон там над нею история нашего Немана. Раньше, я еще тогда не родился, но немножко так понимаю. Где учишься, в какой школе? В школе во второй. Какая лучше, вторая или первая школа? Мы знаем, здесь две школы. Из всех наших. Все ходят во вторую, но только мой дядя не ходит во вторую, не ходил. Ладно, до свидания. Слушай, на самом деле будет очень простой разговор, ничего сложного. Хорошо, Руслан, начинайте. Скажем так, относительно недавно я замечаю, что это видео выкладывает интернет-паблик в инстаграме Птенцов, называется. У него 15 миллионов подписчиков. Разумеется, все там комплименты в твой адрес только. Мне кажется, это было единственное видео у меня вообще среди всех выпусков, которые я снимал, когда не было ни одного плохого комментария. Тебе вообще что-то там говорили? Да просто наша учительница по музыке показала это видео всему нашему классу. Насколько я понял, то вроде все были. Аура осталась та же, все норм было. Что интересное произошло в твоей жизни вот за эти два года, что мы с тобой не виделись? Ну, во-первых, я хочу сказать, построили штабик. Там три защиты еще неподалеку от ресурсов. Первая защита это шифер. Вторая защита это уже из кирпича. А третья просто из досок. У нас просто огромный, как мне показалось, каталован. Понимаете? Нормально. Перед тем, как нужно еще сражаться с коронавирусом, нужно победить еще один вирус. Офинг 21. Он ослабляет мозг. И мы думаем, что защищаться не надо от коронавируса. Притом мы заваливаем и уже гейм овер, как говорится. Какие у тебя прогнозы? Расскажи, ты очень умный парень. Как ты думаешь, когда все это закончится? Я вот думаю, что это все из-за того, что мы разгневали Бога. Мы часто стали воевать. Все плохое. Плохая энергетика просто почти окутала нашу землю. Поэтому Бог придумал COVID-19, чтобы мы постепенно становились хорошими. Что ты самое плохое сделал за свою жизнь? Прямо ты помнишь, тебе может быть стыдно даже за это. Да в принципе, особенно плохого ничего не сделал. Просто иногда перебой настроения. Хорошо, что ты последнее хорошее сделал? Ну это было давно, где-то в 2019 вроде. Ну то есть ты целый год ничего хорошего, но ничего плохого тоже не делал? Да, я просто самоизолировался. Самоизолировался на год целый. В любом диалоге должен дойти до этого разговор. Типа в классе нравится тебе кто-то? Да не, вроде нету. А ты кому-то нравишься? Может ты знаешь, что там какая-то девчонка просто сохнет по тебе? Не знаю я ничего. Ты после этого должен был сказать, ладно, до свидания и уйти. Я хочу кое-что еще сказать. Разработчики интернета, посмотрите туда, где Даркнет. Удалите его к чертям собачьим. Там продают людей, продают информацию про нее. Ну ладно, до свидания. Беременна в 16. Серьезно, беременна? Не, ну я вижу, что беременна. Ох, ничего себе. 16 лет тебе? Да. Ну я такая прихожу, значит, с последнего экзамена. С какого класса? С 9. С 9 класса, обычная стандартная ситуация, да? Да. Ну просто зашла в аптеку, купила тест побаловаться, там прикольнуться, там. Ну, над мамой. Поговорим конкретно про это видео. Наверняка реакция там была разная. Это видео тоже попало в паблики, там тоже какие-то были, тоже большие просмотры. Ой, у меня это видео, как увидела мама, там начали говорить, вот нам 16 лет роди, все дела. Там начали обсирать, мама там начала там. Она тоже есть, да, в инстаграме? А, да-да, ее тоже там нашли, ей писали. Потом родственники прикалывались надо мной, стебали. На почту захожу, за посылкой у меня автограф взяли. Ну, автограф, типа, что, посылку надо забрать? Или, типа, реально попросили, типа? Нет, автограф, то, что я, вот, окей. Там на сестру тоже прилетела сестре, там нормально тоже. Она после этого со мной, кстати, не разговаривает. Серьезно? Вы до сих пор не разговариваете? На полном серьезе из-за этого? Волосы тоже жали в разные стороны. Она же не видела это. Что интересно произошло в твоей жизни? Что-нибудь? Какой-то необычный случай? Я ездила на первый канал сниматься. Ну, про ту же самую тему, да, что 16 лет родила? Нет, это по поводу меня, ребенка и мужа. Еще второй раз на почте автограф возьмут? Да, наверное. Типа. У меня второй выпуск. У Гигуриев, что я вторым беременна. Это вообще, наверное... А это не шутка? Нет. Не, ну погоди, ну ты шутишь, наверное. Нет. Ты сейчас беременна? Да. А сколько тебе сейчас? Мне очень много. А, уже 18. И по этому поводу, видимо, съемка была? Нет, там по поводу другого было. Там они вообще не знали, я сама не знала, что беременна. Это там тебе сказали, тебе об этом сказали в передаче. Говорит, Алина, мы вас почему пригласили, собственно? Вы, оказывается, беременны. Что-то вообще город поменялся. Мы скоро поедем туда снимать. Там кошки много рожают. Если у кого-то не получается, ну есть люди, которые не могут забеременеть никак, надо при переезжании в Гвардейск. Вот я и узнал, почему, собственно, Ангелина-то переехала из Озерска в Гвардейск. Хочет забеременеть, оказывается. Имя Михаил, а так Михаил. Мы снимаем на YouTube, в интернет-предачу. На YouTube? На YouTube. Здравствуйте. Я 75-го года рождения, какие зубы? Ну да. За 45 лет, о чем мы говорим, какие зубы? Блин, 45 лет. С юбилеем получается? Все, все нормально, 45 лет, это хорошо. И фига себе. Ё-моё, мне паспорт надо делать, надо бежать. В этом выпуске про Болт район вообще порвал, там больше всех запомнился. Многие писали, что только ты вытащил этот выпуск. Тебе какая-то реакция прилетала за этот выпуск? От знакомых, друзей, кто-то посмотрел, что-то там тебе писали, что-то такое было? Да, реально, блин, мне очень много было вопросов, много предложений. Вообще супер. И вообще, походу, порвал весь город. Вообще не только город, а вообще был госпорвал. Михалыч, вопрос, который интересует многих. 45 лет, паспорт. Ты все-таки пошел, поменял паспорт? Я сделал, я сделал, спасибо тебе огромное. Да, кстати говоря, Руслан, тебе реально спасибо. Я в этот день спошел, сфотографировался и все сделал. Кстати, как там с другом-то? Что с другом? А, с другом, нет, с другом все в порядке. Не стерся он? Нет. А куда он делится? А вообще, честно говоря, блин, меня никогда в жизни, да, мы еще, блин, мы вообще позорились, мы вообще, он сказал. Мы позорились, ты себя позорил, я себя позорил. Да не может такого быть, ребята. А про изоляцию расскажи, как ты вообще изоляция говоришь? А про изоляцию расскажу, блин, ну, много чего было. Обратись сейчас как-нибудь к людям, они сейчас тебя видят, они тебя слышат. Ребят, я вам скажу так, снимаем шапу, как говорится, да, я могу одеть, снимаем шапу. Вот, я держусь за спортсменный образ жизни, велосипеды ремонтирую, все делаю, блин, на, как говорится, держитесь дистанции, держитесь правого руля, не напрягайтесь, вот, и самое главное. Самое главное, помните про свой день рождения. Не, не, свой день рождения помнить, это святое. Сегодня не бухал, только честно. Была дела. Хе-хе-хе, нормально, главное на позитиве. Шашлыки-машлыки, там, туда-сюда, а работа, а есть работа. Вы меня понимаете. Домашка, заводит. Блин, телеканал Молчание ТВ. Блин, что ты делаешь-то? Господи. Так, видео врубилось, привет, 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 Дим. Но я тебя не слышу, у нас это, Молчание ТВ. Люди, многие в комментариях писали, что, типа, это какая-то постановка, не мог ты так подыграть там. Скажи всем людям, что это было все не постановка. Ну, получается, когда ты сел, я такой, типа, ну, осмотрел на твой оператор и думал, типа, у него что-то с камерой не так, ждал, думаю, сейчас что-то будет вопрос, какие-то задавать, сидел, ждал, просто усердно. Такой, ждал, ждал. Потом увидел сообщение, такой, типа, в домаху задали, это, типа, даже приунул мальца. Я же потом начал, типа, заглядывать тебе в телефон, прям, когда я, особенно, на скамейку поднялся, почему у тебя не было реакции, что, отвали, типа, и так далее? Или ты понял, что это прикол просто? Да, не, мне, в принципе, вообще пофиг на это было. У меня, я был озабочен другим. Так, сейчас вот карантин, сижу дома, так, на самоизоляции. Молча сидишь или разговариваешь иногда? Разговариваю, конечно. А зачем ты взламываешь Wi-Fi? Он, в основном, по злости все взламывает. Меня Аня Калашникова взбесила, потому что она меня заплакировала в ВК, а я ее хочу взломать. Аня, я тебе уже взломаю скоро, если ты меня взбесишь. Хорошая прическа вам идет. Да, 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 сейчас подожди, а тут запись уже идет. Что-то интересное в твоей жизни, что-то происходит или все так же? Сейчас я занимаюсь дизайном, свои группы в ВК, то есть, ну, именно для игрового комьюнити делаю превью, шапки, аватарки, все в этом роде. Опять пошла волна нашего видео с тобой. Почему-то опять в Инстаграме она урожает себя. Да, в Лайке и в ТикТоке я уже видел. Изначально хакером считались те люди, которые были прошарены в ПК. Но я отношусь к двум категориям, то есть я и прошарен в ПК, и умею кое-что взломать. В данном случае сейчас я изучаю языки программирования, на которых пишут игры. И теперь я могу просто сливать платные игры за бесплатные, и полить никто не будет. Нифига себе. Ты, получается, реально все это время был дома? Или ты выходил гулять там, что-то тусоваться? В огороде был. Ну, на огороде. Что я там делал? Сажал, поливал и все. Что сажал? Походим на... Не соскакивай с темы. Что сажал? Мы сейчас тебя проверим. Помидоры, картошку. Огурцы не сажали еще рано. Ты сажал то, где есть буква Р? Тогда все началось же с того, что тебя кто-то взбесил. Ну, типа Аня и так далее. Все началось. Кто тебя в последний раз взбесил? А вы... Я еще не договорил, что хочу... Чему-то вы спрашиваете, что хочу научиться. Типа, именно я сейчас заинтересован дизайном. Типа, обрабатывать фотографии. Ты обрабатываешь фотографии? Да. Давай я тебе закажу. Самую такую фотку, где у вас, например, много прыщей и все там вроде. Сейчас я такую найду. И что ты с ней сделаешь? Машины всякие там, деньги. Да, да, да. Я пришлю, короче, свою самую первую фотку. Самую первую... А, давай, давай, сколько надо? Сколько? Сколько? Сколько скажешь? Ну, сколько, сколько, сколько... Нет, я... Не-не, ну ты предоставляешь услугу. Ты должен говорить сколько. Сейчас, подождите. Минуточку, мне надо кое-что. Сейчас, сейчас, сейчас. Подождите. Так. В принципе... В принципе... Давай. Ну, 100 рублей, в принципе. 100 рублей. Давай я 500 рублей тебе дам. Но ты красиво все сделаешь. Но ты красиво все сделаешь. Обещай, что красиво сделаешь. Да, давайте, давайте. Я из себя все соки выжму, если прям вообще такая фотка. Давай для монтажа сейчас сделаем. Короче, вот здесь вот появляется фотка, которую надо исправить. И вот сейчас здесь появляется результат. Все. Вот это стоило 500 рублей. Если что, если вам понравилось, то обращайтесь к Сереге. Короче, Серега все вам сделает красиво. Я хочу, чтобы все, кто смотрит это видео, даже кто-то не подписан, подписались на канал ОК Гуриевск. Именно с колокольчиком. Красавчик. Видишь, сразу 500 рублей отрабатывает, понял? Вот и подошел к концу спецвыпуск проекта ОК Гуриевск. Это не все герои, с которыми я мог пообщаться в этом выпуске. Просто закончилась вся одежда в моем гардеробе. Поедем по городам дальше, не переживайте, обязательно приедем. Пора бы уже снимать и проект Несити. Это был экспериментальный выпуск. Волосы скоро отрастут. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там вся движуха. Все, это был проект ОК Гуриевск. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok